Загадочный талисман, тролльхауген и пожизненная стипендия от правительства Норвегии. Меня зовут Гоша и в этом видео я вам расскажу про прекрасного человека, который писал мистическую музыку. Маленькая просьба, досмотрите, пожалуйста, это видео до конца и нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить, поскольку сейчас мы стараемся выкладывать по два видео в неделю. Ну, не стоит говорить, что он один из самых известных композиторов мира, а уж тем более Норвегии, где композиторов и так мало. Он происходил от рода шотландских купцов, которые переехали в Скандинавию еще в восьмом веке. Дед Эдварда Григо был талантливым музыкантом, а мама отличной пианисткой. В семье у Эдварда было трое сестер и один брат. Невозможно точно сказать, когда он начал изучать музыку, поскольку с раннего детства его мама начала вводить его в курс дела по поводу музыки. Скажем так, когда ему было 4 года, он уже неплохо играл на фортепиано, а в 12 уже написал свое первое сочинение. А уже в 15 лет он решил поступить в консерваторию, чтобы стать профессиональным музыкантом. К этому решению, кстати, его подтолкнул норвежский скрипач Улле Бул, которого называют норвежским Паганини. Наверное, у них там и норвежский Лист есть, который с него фанател. Так, а теперь воистину интересные факты. В видео про Листа я уже рассказывал эту историю, но продублирую ее и здесь. Когда Ференс Лист ознакомился с творчеством Григо, ему настолько понравилось, что он написал Григо восторженное письмо, типа, брат, ну просто космос, а не музыка. И все бы ничего, но Грик в этот период переживал сложнейшее время. И письмо Листа очень воодушевило его и вдохновило. Предлагаю флешмоб. Все пишем в комментарии, как у вас дела, и пишем друг другу ответ с поддержкой и наилучшими пожеланиями. Супругой Эдварда Григо была его двоюродная сестра. Талантливая певица на протяжении всей жизни бывшей его музой. Но семейство не приняло подобного союза, вплоть до того, что родители отреклись от молодоженов, и им пришлось покинуть родной город. Всю жизнь Эдвард Грик прожил со своей женой, но не оставил после себя потомков. Их единственная дочь умерла еще будучи ребенком. Давайте что-нибудь позитивное. Он водил дружбу с Чайковским, одним из величайших композиторов не только России, но и всего мира. Тот высоко оценивал творчество своего норвежского друга. Кстати, про Чайковского тоже есть видео. Он стырил книгу из итальянской библиотеки. Все ссылочки в описании. Сочинять музыку Эдвард Грик предпочитал в уединении. Для этого он даже купил участок земли в лесу, вдали от всех, и построил себе там небольшой домик, куда время от времени удалялся в одиночестве. Господи, это просто моя мечта. В одиночестве какой-то вайб сосредоточения и спокойствия. И лес, и природа. Музыка Эдварда Григо звучит во многих мультфильмах и фильмах. В частности, в снятой в 1997 году экранизации «Лолиты», скандально известного романа Владимира Набокова. Кто смотрел? А проедемся по датам. В 1863 году в Копенгагене Грик познакомился и подружился с Гансом Христианом Андерсеном, автором всем известных сказок. Композитор написал музыку на несколько его стихов. В 1864 году Эдвард Грик и ряд талантливых людей создали свое общество «Эфтерпа». Целью данного сообщества было ознакомление людей с работами скандинавских композиторов. Грик в данном обществе был дирижером, пианистом и автором. В 1871 году Грик становится инициатором создания еще одного общества – музыкальная ассоциация «Крестиане». Целью общества было привитие публики музыки современных и молодых исполнителей, чья популярность тогда еще не была на высоком уровне. Среди таких исполнителей были, кстати, Вагнер, Шуман и другие. А в 1874 году за заслуги перед Норвегией правительство страны выписало Грику пожизненную стипендию. Все, последние даты я от вас отстану. В 1889 году Эдвард Грик получает членство во Французской академии изящных искусств. В 1872 в Шведской королевской академии, а в 1883 – Лейденского университета. У самого Грига был интересный ритуал. Во время каждого своего выступления в кармане пиджака Грига лежала глиняная лягушка. Перед началом каждого концерта он обязательно вынимал ее и гладил по спине. Талисман работал. На концертах каждый раз был невообразимый успех. Ну теперь понятно, тебе просто нужно найти какую-нибудь глиняную жабу и гладить ее по спине, тогда все будет нормально. Одной из самых известных работ композитора стала музыка к произведению Пер Гюнт, писателя Генрика Ипсена. Музыкальная работа стала результатом совместной работы Ипсена и Грига и вызвала огромный успех и отличные отзывы критиков. Генрик Ипсен сочинял историю Пера под впечатлением старинных норвежских сказаний. Главный герой поэмы – обычный деревенский парень Пер, сын Йона Гюнта. Йон был когда-то очень богат и уважаем, но пагубная страсть сгубила его жизнь. Безалаберный Пер встречается с троллями, которые ничему хорошему не могут научить, конечно же, юношу. Он начинает совершать гадкие поступки. За это односельчане прогоняют Пера вон из деревни. Так начинается 40-летнее странствие молодого человека. А на родине остается его ждать прекрасная Сульвейка. За 40 лет где только не побывал путник. Это и Африка, и Китай, и Америка. Много раз он становился сказочно богат, но растерял все свои сокровища. Дряхлым, несчастным старцем возвращается Пергюнд в свою деревню. Он желает поскорее закончить свою никчемную жизнь. Но появляется Сульвейк, которая верно ждала его все эти годы. В избушке Сульвейк, он обретает истинную любовь и последний приют. Публика была восхищена музыкой к спектаклю. После премьеры Эдвард Грик решил составить из всех музыкальных фрагментов две сюиты. В спектакле прозвучали 23 музыкальные пьесы. Из них в свои сюиты Грик включил только восемь. Все мы знаем «Утро», «Танец Аниты», «В пещере горного короля». Но там еще куча всего красивого и интересного. Загляните в описание. А теперь давайте вброшу вам парочку цитат. Грик. Слова иногда нуждаются в музыке. Но музыка не нуждается ни в чем. Также Грик. Прежде всего надо быть человеком. Все настоящее искусство вырастает из человеческого. Чайковский. Слушая Грига, мы инстинктивно сознаем, что музыку эту писал человек. Движмы неотразимым влечением посредством звуков, излить наплыв ощущений и настроений глубоко поэтической натуры. Чайковский даже посвятил Эдварду свою увертюру Гамлет. Поехали дальше. Его дом Трольхауген стал музеем композитора. Там находятся его личные вещи, а интерьер практически не менялся со времен его жизни. Возле дома стоит статуя композитора в реальную величину. Творческое наследие Эдварда Грига насчитывает более 600 песен и романсов, 20 пьес, симфонии, сонаты и сюиты для фортепиано, скрипки и велончели. Эдварда Грига кремировали у него на родине, в городе Бергене, в открытом в том же году первом крематории в Норвегии. Урна с прахом захоронена в скале над фьордом, на побережье Северного моря, рядом с его виллой Трольхауген. Позднее было кремировано тело его жены, Нины Хагеруб Григ, умершей в 1935 году. Урну замуровали в ту же самую скалу. Красиво ушли. Слушай, ну нажми ты в конце концов этот колокольчик, а? Слушай, ну нажми ты в конце концов.